12 июня по церковному календарю отмечается День Святого Мученика Исаакия, а в народе его называют Змеевик. Предыдущий день Феодосии был одним из самых несчастливых в году. Его влияние распространяется и на сегодняшние сутки, а потому все люди оказываются в опасности. Самая большая беда грозит тем, кто покинет свое жилище. Но приметы на 12 июня помогут уберечься от всего нехорошего, что таит в себе этот день. По преданию, Исаакий жил в IV веке. Он был монахом-отшельником, обитал недалеко от города Константинополя. В то время римский правитель Флавий Юлий Валент был ярым поборником арианской ереси. Христианские храмы по его приказу закрывали, переделывали в конюшни или совсем разрушали. Глядя на подобное бесчинство, Исаакий открыто выступил против правителя. Вскоре армия Валента была разбита царем Феодосием, а Исаакий назначен игуменом монастыря, названного позже Далмацким. К 12 июня солнце уже достаточно прогревало землю, и змеи выползали из зимних нор, спеша найти себе партнера. Убивать гадов во множестве ползающих по лесам было очень опасно. Считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот праздник не сможет ни один знахарь. В народе говорили, не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чаще, не пытай судьбу. А если змея все же ужалила, то рану растирали и прикладывали к ней изжеванный корень любистка, медуницу или тертый свежий корень конского щавеля. На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьи на корня, ему приписывали свойства гнать змей. Также люди верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог, зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наши предки наделяли изумруд, хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем. Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам. Однако самым известным лекарством был и является змеиный яд. Ядом лечат такие заболевания, как невралгия, ревматизм, гипертоническая болезнь, бронхиальную астму, сердечные заболевания и другие. 12 июня было принято сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежал снег. При посадке бобов приговаривали «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный». Также в этот день устраивали небольшие семейные торжества, на которых благодарили Бога, что Он миловал избежать встречи со змеями и что в жизни все складно да ладно. Были смельчаки, которые именно в змеиный день охотились на гадов, так как считалось, что они сегодня обладали особой магической силой. Змеиная шкура славилась своей целительной силой в избавлении от проблем с кожей. Хозяйки в змеиный праздник собирали цветы пиона и раскидывали их у порога дома. Таким образом защищали свое жилище от нечистой силы и злых духов. Считалось, что запах пиона действует на них угнетающе. Изготавливали в этот день славянские обереги от происков нечисти. Это могли быть бусы или браслеты из кремния и марьиного корня. Клали их на пенек, чтобы их согрело солнце и обдул ветер. Такие обереги также защищали от сглаза и порчи. Найденную сегодня змеиную кожу клали под порог входной двери, чтобы в доме всегда царил мир и покой. 12 июня проводились различные заговоры и магические ритуалы, обычно с использованием марьиного корня или самого растения, а также змейного выползка, шкуры. Вчера, 11 июня, был день Феодосии, самый несчастливый день в году. Его негативная энергетика распространяется и на сегодня. Приметы на 12 июня говорят, что из-за плохого влияния сегодня активизируются все недобрые твари. Этот день называют змеевиком, так как сегодня из мор выползают змеи и нападают на людей. Их яд в этот день особенно ядовит, от него нет спасения. Змеи стараются укусить сегодня каждого, кого встретят на своем пути. Также нападать будут и различные насекомые. Они будут лезть в щели и жалить всех, кто будет рядом с ними. Поэтому велик риск укусов. Также сегодня повышается и риск травматизации. Падение, ранение, травмы – все это сегодня в разы вероятнее, чем в любой другой день. Поэтому наибольшей угрозе подвергаются те люди, которые покинут свое жилище. Есть опасность сегодня попасть в ДТП или в какое-либо другое травмирующее происшествие. Главная народная примета, напоминающая, что нельзя сегодня делать в день Исааки, связана со змеями. Дело в том, что обычно в эту дату множество змей выползают из нор и празднуют свой праздник, сцепившись хвостами. Поскольку пресмыкающихся бывает очень много, 12 июня поверья не рекомендуют ходить в лес, иначе змея ужалит так, что ни один знахарь не сможет спасти. Если же есть крайняя необходимость отправиться в лес, перед выходом надо к своему крестику прикрепить марьин корень или же положить в ботинки цветы вероники, тогда змеи точно не тронут. В день Исаакия не стоит бояться и считать находку дурной приметой, если была найдена змеиная кожа. Ее надо подложить под входную дверь, чтобы в доме всегда были мир и взаимопонимание. А вот если этого не сделать, то есть вероятность большого скандала, который рассорит любящих людей навсегда. Считается, что 12 июня нельзя убивать змей, поскольку сородичи могут отомстить, покусают не только убийцу, но и его близких. Считается, что нельзя в день Исаакия обманывать и изворачиваться, поскольку иначе в будущем возможны проблемы в личной жизни и деловой сфере, обманы, финансовые потери, предательство любимого человека. По примете, нельзя 12 июня покупать посуду. Очень скоро она треснет или надколется, тем самым притянув денежные неприятности, которые просто разобьют жизнь на мелкие куски. Если же в день Исаакия все-таки надо срочно купить посуду, то в нее после покупки следует тут же положить монетку, что поможет нейтрализовать примету и защитить себя и свою семью от безденежья. 12 июня приметы не рекомендуют мужчинам и парням дарить любимым девушкам и женщинам шкатулки. Считается в народе, что в дальнейшем у принявшей такой подарок появятся свои секреты от дарителя, которые могут привести к изменам и расставанию пары. Запрещается 12 июня поднимать найденные деньги. Согласно поверью, они могут привлечь в жизнь поднявшего несчастье и болезни. Если же находка все-таки оказалась в руках, то ее надо отдать нуждающимся или же потратить на благое дело. При этом следует помнить, что ни в коем случае нельзя деньги, найденные 12 июня, нести домой. Они навредят и нашедшему, и его близким. В день Исаакия, согласно народным поверьям, нельзя играть с огнем, нельзя разводить костер, брать в руки острые и другие опасные предметы. Этот день считается неблагоприятным, поскольку его покровителю, святому Исааку, пришлось пережить немало бед, связанных с огнем и пытками. Поэтому увеличивается риск пораниться, обжечься и нанести себе другие увечья и вред. Так что лучше лишний раз перестраховаться и подумать о безопасности. Нельзя в этот день отказывать в помощи. Если речь идет о ваших родных, близких или друзьях, постарайтесь помогать им, если они вас об этом просят. Преподобные Исааки покровительствуют тем, кто, как и он, занимается заступничеством. Считается, что сегодня нельзя делать маникюр и педикюр. 12 июня – неблагоприятный день для бьюти-процедур. Все по той же причине. Высока опасность поранится. Считается, если утром 12 июня на траве нет росы, то вечером будет дождь. Хорошую погоду сулят чистый восход и закат солнца. Если мак цветет, к урожайному году пшеницы. Если бабы 12 июня расцвели, напротив, к неурожаю. Если шумят шмели, задождит. Если во время дождя водоплавающие тянут шеи к небу, к затяжному ненастью. Лютая зима ожидается, если в день Исаакия обильно зацвел шиповник. Если кошка в этот день из дома исчезла, охранять дом пошла от нечисти. Задождит, если кувшинки закрылись и ушли под воду. В народе считалось, что найти змеиную шкуру 12 июня – быть удачником. Теплый солнечный день сулят закрученные по утру 12 июня листья папоротника. В народе считалось, что рожденные сегодня – злопамятные люди. Они всегда добьются своего, даже если придется пожертвовать дружбой или любовью. Также в народе верили, кто 12 июня будет осуждать других, может быть укушен змеей. Если куры плохо несутся – похолодает. Если же, напротив, много яиц снесли, то ожидается зной. 12 июня было принято гадать. В змеиный праздник, перед тем, как приступать к гаданию, вставали лицом к солнцу и просили за все прощение, иначе всякие гады могут помешать, и предсказание будет лживым. В этот день гадали на разбитой посуде на свое будущее. Для этого брали ненужную чашку или тарелку, подкидывали ее на счастье и смотрели, что с ней произошло. Если посуда плохо разбилась или целой осталась, удача отвернулась от гадающего. Если разбилась на две половинки – повезет в любви. Если разбилась на мелкие части – ожидает денежный выигрыш. Если посуда разбилась на крупные части – ожидается большие финансовые поступления. На средние кусочки – повышение дохода. Если ручка откололась – ожидается помощь друга. Если основание откололось – стабильное положение дел. Также в этот день гадали на травинках на исполнение желания. Для этого нужно сорвать длинные травинки и одну из них укоротить. Положить на стол и с закрытыми глазами перемешать их, при этом думая о своем желании. После этого взять любую травинку, открыть глаза и посмотреть на нее. Если попалась длинная – желание ваше исполнится, если короткое – нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok